Полузащитников английской сборной. Уокер Дериали пробрасывает свой мяч вперед. Приходит из ворот Мендрюхов и срывает на поле смены. Вашни матчи проводит сборная Мальты. Но атмосфера здесь вполне себе футбольная. И когда пусть даже утровая отметки, подача. Мяч в сетке, но был свисток. Ок. Оказался на газоне. Здесь вообще как кегли повалились. Здесь игроки сборной Мальты. Совершенно нет дальних ударов. Ух ты, какой опасный рикошет получается. Направляет мяч. Кейн отошел в глубину. Делает передачу на Алексею Сладе Чеберлена. Мяч что-то стропной обработал. Удар! Поворот. Эпизод в первом тайме. Две компенсированные минуты. Артуром Диошом и Стеклин. И в матче был Андрес Шемри. Капитан команды с правой ноги бьет. Али он уже в штрафной площади. Дели Али разворачивается. Пас офсайден. Харри Кейн. Но действительно вот как по мгновению волшебной палочки. Закончился август. Наступил сентябрь. И тут же, буквально первого числа, Харри Кейн забивает. Главное для него, что он вот здесь. На момент передачи Дели Али не оказывается в положении вне игры. Вот совершенно непонятно, что делали в этом моменте Сэм Магри и Зак Мускат. Зачем они так глубоко в этом эпизоде располагаются. Ну, это результативная передача. Удар-поворотом. Джо Харта. Ну и снова. В нескольких десятках сантиметров от попадания в цель. Оказывается, мальтицем. Сэм Магри поддержал атаку своей команды и пробил. Чем успел бросить взгляд. Но здесь, вы знаете, исключается национальную команду. И Харри Кейн, нападающий, который мочит 20 ударов. Первый долг, вот еще какой удар Харри Кейна. Справляется с ним. Андрюха, нападающий очень важно. Регулярно. Отличаться для того, чтобы почувствовать. В домашней игре такое точно не простят. Это Райан Бертран. Удар-поворотом. И мяч в сетке. Ничего себе, Райан Бертран. Вот это да. Ну, конечно, обязан отбивать любой вратарь. Но здесь Андрюхов просто завалился в угол. Не оттолкнулся от газу. Замен. Так что три минуты может, если захочет. Кейн еще на передачу. И мяч в сетке. Дани Уэлбек. Все-таки. Как отобрал он мяч. У Стефана Пизани. Ну и дальше. Мне, честно говоря, кажется, что здесь тоже есть определенные вопросы. В том числе и к голкиперу. Потому что пошел на перехват Эндрюхок. И он этим движением смутил Самуэля Магри, который мог просто играть до конца. Ну, кстати, Самуэля Магри, наверное, вину тоже. То есть еще полторы минуты играть. Снова передача. Опять нет офсайда. Четвертый гол. Вот это да, англичане. За последние восемь минут этой игры забили три. Сегодня побеждает с крупным счетом. Но в целом впечатление от игры на протяжении 85 минут. Я думаю, что у английских болельщиков скверны. Веселый в этом матче получился...